Начнем с самого масштабного изменения для нашего медиахолдинга, произошедшего в этом году. Присоединение двух газет. Нижнекамская правда и Туган-Як. Мы превращаемся в достаточно мощный медиахолдинг, где будет сосредоточено три газеты. У нас еще своя газета есть в Нижнекамское время. Телекомпания, радиостанция, плюс достаточно мощный сайт с посещаемостью. Порядка пяти тысяч и более пользователей в сутки. Также будет интересно, наверное, работать в том плане, что если мы до сегодняшнего дня оставались несколько информационными конкурентами, мне бы хотелось это состояние немножко сохранить, чтобы каждая газета издавалась и наполнялась уникальной своей информацией. Помимо расширения были и другие глобальные изменения. Впервые за много лет обновилась студия и упаковка канала. Прибавления произошли у нас и в личном составе. Ведущая татарских новостей Рушанья Сибатова стала мамой прекрасной девочки. Совсем скоро по ее стопам пойдет и еще одна наша коллега. В настоящее время в нашей телекомпании семь сотрудниц находятся в декретном отпуске. Пять из них только из службы новостей. Это Екатерина Разина, Анастасия Шакирова, Лилия Егорова, Альбина Валиева и Рушанья Сибатова. Скоро их ряды пополню и я. Буквально через два месяца телезрители меня не увидят на своих экранах. Ну, я буду очень скучать как по зрителям, так и по своей работе, по всем. Но несмотря на свое интересное положение, Айгуль работает не покладая рук. Она делает яркие, интересные, острые репортажи. Это отметили не только наши телезрители, но и компетентные жюри. Айгуль Яблонская победила в республиканском конкурсе Министерства экологии. Там же победил и наш дизайнер Александр Романько за эко-ролик. Особенно отличился в этом году Александр Комаров. Он взял аж две республиканские награды в конкурсе «Мы помним, мы чтим» за фильм о поисковой деятельности Нижнекамского отряда и в конкурсе «Коррупция. Взгляд журналиста». Он также занял первое место. Но самая главная награда, как считает сам Александр, медаль за сохранение исторической памяти. Когда ты понимаешь, что твой сюжет помогает, и что люди позвонили с благодарностью, сказали, ребята, большое спасибо. Вот это даже чуть-чуть больше награды, чем диплом. Но диплом тоже хорошо, очень красиво. Но были не только личные победы. Наша команда отлично сработала на этих выборах в Государственную Думу, за что и была отмечена в столице. Нижнекамская телер-это-компания. Все эти и другие награды – заслуга нашей дружной, сплоченной команды. Каждый день мы стараемся сделать свои материалы полезными и интересными, чтобы зритель был в курсе всех событий. Работа репортера интересна, познавательна, иногда даже опасна. Но это не отталкивает, а наоборот даже притягивает. В этом году в наших рядах появились новые лица. Регина Сулейманова, Ильнар Нуреахметов и Алина Пантелеева. Ведущей татарских новостей стала Лилия Загрудинова. В журналистике она не новичок. Пришла из газеты «Нижнекамское время». Но место пустовало недолго. Алина Иванова пришла в газету со студенческой скамьи. Ну, в принципе, то, что я пришла в эту газету, это не случайно, потому что я училась на журналиста и закончила в Казани факультет журналистики. Специальность печатная журналистика. И, в принципе, мне нравится здесь работать, мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что, в принципе, я в этом себя нашла. Но были и те, кто покинул наше журналистское гнездышко. Лучезарная Яна Чупахина, целеустремленная Адели Сиразова и Яр Кэлсу Юматова. В этом году моя жизнь кардинально поменялась. В каком плане я сменила место работы и теперь работаю в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Ну, естественно, появились новые знакомые, новые друзья. Но, тем не менее, могу сказать честно, что НТР будет всегда оставаться в моем сердце. Вы моя семья, вы мои коллеги, вы мои друзья. И, конечно же, я всегда буду помнить любимых телезрителей НТР. Оставайтесь на канале НТР, несмотря ни на что. Но мы за них очень рады. Каждый пошел по своему пути. Например, Аделю Сиразову мы до сих пор можем видеть на голубых экранах. Сейчас она блистает на республиканском телеканале. В прямом эфире новости Татарстана на ТНВ в студии Аделя Коломенеца. Здравствуйте. Этот год был богат на события, чего только стоит юбилей города. Это было фееричное торжество. Увидеть все точки празднования горожанам помогли мы, журналисты. Также наши многочисленные акции, конкурсы и фильмы. В этом году в наши руки попал уникальный фильм 60-х годов «Звезды над Нижнекамском». Мы нашли тех, кто был героями архивной ленты и сняли строгательное продолжение. Наградой за большой труд стали слезы радости наших зрителей. Но это еще не все, чем мы радовали нижнекамцев. Наша звездная кошка Светлана принесла три потомства. Всех котят мы подарили нашим телезрителям. Вот так вкратце прошел 2016 год в медиахолдинге НТР. Мы многого добились, выросли в профессиональном плане. Но на этом не остановимся. Ждите новых сюрпризов в 2017 году. Субтитры создавал DimaTorzok